20 часов в Самаре в студии Сергей Сергеев. Здравствуйте. О главных событиях в регионе в начале этого информационного часа и вот о чем расскажем. Сохраняет память через перо. Жительница села Каменка Шанталинского района написала больше 200 стихотворений о специальной военной операции, где героически погиб и ее сын, а той, которая не забывает через несколько минут. С прицелом на Россию в Самаре стартовали зональные состязания по Зорнице 2.0. Наш корреспондент выяснил, какие навыки необходимо продемонстрировать, чтобы победить. Центр поиска пропавших людей Самарской области заключил соглашение о сотрудничестве с региональным МФЦ. Что это даст и какое самое главное правило при оказании первой помощи, мы узнали. Важные социальные события. В Самаре провели первый семейный форум «Жить вместе». Он объединил семьи, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья, а также государственные и общественные организации региона. С теми, кто обрел поддержку и единомышленников, пообщалась Татьяна Пудова. Важно, чтобы ребенок социализировался, чтобы он участвовал в различных мероприятиях. Ему это помогает. Такие дети, они в основном немного скованы. И они, когда выходят именно на такие мероприятия, когда они являются участниками таких мероприятий, самооценка, соответственно, поднимается вверх. А у родителей гордость за своих детей. На первом региональном семейном форуме «Жить вместе» участники нашли поддержку среди других, столкнувшихся с похожими вызовами. Среди них семья Рожненко. Константин долго искал способы помочь сыну адаптироваться к окружающему миру. На форуме узнал о новых программах интеграции для детей с аутизмом. У всех разные интересы, как и у обычных детей. Кто-то лепит, кто-то прыгает. Поэтому нужно пробовать все. Не зацикливаться на проблемах. Остается развиваться только в том, что у нас есть. Ну, родителям я рекомендую посещать такие форумы. Они могут быть полезны. Тогда, когда объединяешься, понимаешь, что все возможно. Вот, наверное, на мой взгляд, это самая главная цель этого форума. Понять особенным семьям, замечательным, что они все могут. С этим можно справиться, с этим можно жить, с этим можно развиваться. С этим нужно дружить. И просто знать, как в этой ситуации действовать. Каким специалистам обратиться, с какими общественными организациями взаимодействовать. Все участники форума приняли участие в мастер-классах. Могли спросить совету специалистов, поговорить о воспитании и реабилитации детей. В этом году этот форум пойдет и по другим регионам. И сегодня мы первые открываем вот эту плеяду форумов по России. Этот форум мы видим, что будет ежегодный. Это такая ресурсная площадка для особенных семей, где они смогут получить всю исчерпывающую информацию от той системы поддержки, которая действует в регионе. Они могут получить консультацию и помощь прямо здесь и сейчас. У нас в регионе достаточно сильная система этой соцподдержки. Это показывает большое единение всех, и в том числе нашей страны. Потому что в единстве наша сила. Поэтому я желаю успешной работы форуму. Надеюсь, что он у нас будет теперь традиционный, ежегодный этот форум. Форум «Жить вместе», приуроченный к проведению года семьи в России, который объявлен президентом Владимиром Путиным, стал площадкой, объединившей родителей, которые воспитывают детей с особыми потребностями, а также представителей госструктур и общественных организаций. Большое внимание мерам поддержки семей с детьми уделяет губернатор Дмитрий Азаров. Благодаря поддержке правительства области участники форума получили не только знания, но и уверенность в том, что их семьям всегда помогут. Поддержку в регионе получают и участники спецоперации, а также их близкие. Герой нашего следующего сюжета – ветеран СВО. Работал в высшем танковом училище, а сейчас преподает в Самарском университете. И участвует в президентском программе «Время героев». Леонид Кошман расскажет подробнее, где и чем именно помогают защитникам. По традиции в начале каждого часа, в начале каждого занятия мы с вами проводим военно-патриотическое воспитание. Основы военной подготовки преподает в Самарском университете подполковник запаса, ветеран СВО, кандидат юридических наук Олег Зорин. Главными темами обсуждения уроков мужества, которые проходят в рамках занятий, причины специальной военной операции, ее цели и задачи – подвиги героев. Он очень интересно рассказывает как о военной практике, так и, в принципе, по теоретическому материалу. Его очень приятно слушать, а также он, как преподаватель, может подсказать и поддержать в любом направлении. Олег Зорин последние годы служил в Казани, высшем командном танковом училище. После ухода в запас решил с женой и дочерью вернуться на малую родину, в Самару. Обратился в Государственный фонд защитники Отечества. Мужчине оказали консультацию по мерам социальной поддержки бойцов. Помогли перевезти дочь в Самарскую школу супруги с трудоустройством. Сейчас ветеран специальной военной операции участвует в президентской программе «Время героев». По инициативе нашего президента Российской Федерации, Верховного Главного Командующего Владимира Владимировича Путина, была эта инициатива внедрена. Участники СВО, это люди, которые никогда, ну и в том числе военнослужащие, никогда не подведут. Люди, которые сейчас многие выполняют боевые задачи в зоне СВО. Но мы стараемся, кто в тылу сейчас, проводить работу по военно-патриотическому воспитанию молодого поколения. И опять-таки, хочу сказать, что благодаря этой инициативе «Время героев» будет большая возможность для участников СВО продолжать свою деятельность уже в других сферах деятельности в нашем государстве. С начала работы организации менее чем за год в Фонд Защитники Отечества поступил и уже отработано более 14 тысяч обращений. Люди обращаются по различным вопросам, и мы в ручном режиме, адресно стараемся помочь каждому. Одним из главных направлений работы Государственного Фонда Защитники Отечества является патриотическое воспитание. И именно с этой целью мы проводим уроки мужества. И вовлекаем наших ветеранов, участников специальной военной операции для проведения уроков мужества на территории учебных, школьных, дошкольных учреждений. Они прекрасно с этим справляются и получают великолепный отклик от своей аудитории. Основные ситуации, по которым подключаются сотрудники фонда, это оформление документов, выплат, предоставление мер социальной поддержки, юридическое сопровождение. Помощь оказывается в ежедневном режиме. Леонид Кошман, Андрей Авдеев, телеканал «Губерния». Повесть о сыне автор «Мама». Жительница Шанталинского района бережно хранит воспоминания о своем сыне, который погиб, защищая родину. Она написала больше 200 стихов, посвященных героям специальной военной операции. А еще вместе с добровольцами высадила сад в память о павших защитниках. Об удивительной женщине материал Екатерины Лесной. Елена Михайлова стихи сочиняет с 14 лет. Сама бывший учитель музыки и изобразительного искусства в школе в села Каменка Шанталинского района. Недостатка вдохновения никогда не было. Всегда было о чем писать. Тем стало еще больше, когда началась спецоперация. «Когда я сына проводила в последний раз от дома, 8 января, в этот же день я написала первое стихотворение «Как эту боль перетерпеть». И после этого все чувства свои, всю боль, я описывала стихотворение». Сын Романа в 2022 году отправился защищать родину. Прекрасный стрелок воевал в составе минометной бригады. Позывной «Бумер». В сентябре 23-го, во время выполнения боевой задачи, получил взрывное и осколочное ранение в затылок. На следующий день его сердце перестало биться. «И когда даже вот уходили они, вот уже, он говорит, непереживаемо, мы вернемся, вот издимаем они, перебьемся и вернемся с победой. Ну вот не получилось. Всегда вот он говорил своим сослуживцам, домой я приеду к матери, только с ордена мужества». «И вот когда я получила 9 февраля удостоверение, орден сразу на похоронах вручили. И пришла, и вот я написала стих «Орден мужества». И вот подошла я к нему и смотрю, у него, оказывается, вот слезы блестят в глазах. Вот. С орденом вернулся. Посмертно». Ему Елена Николаевна посвятила множество стихов. «Как часто говорю я с младшим сыном, я слышу голос ласковый, родной. Погиб он, мир защищая в Украине, и никогда он не придет уж домой. Я этим разговорам очень рада, хотя одна я говорю за нас двоих. Такие разговоры для души отрады, за строчка и строчка, снова стих». Теперь стихотворений более двухсот. Она пишет и про других бойцов, своих односельчан. Даже составляют сборники с их биографиями. «Если сейчас вот этим не заняться, это никто не соберет потом. Это по крупицам нужно собирать. Я вот месяц пролежала в больнице, когда приехала, их стало уже на четыре человека больше. Вот. Это надо писать, это надо писать сегодня, и молодому поколению это надо говорить сегодня, чтобы они знали историю. Об этом надо кричать, чтобы услышали». Чтобы рассказать о доблести наших военных и сохранить воспоминания, Елена Николаевна приняла участие во всероссийском конкурсе творческих работ «Памяти героев верны». Его организовал фонд «Защитники Отечества». С ним женщина сотрудничает давно и поддерживает всех, с кем случилось горе. Помимо этого проводит уроки мужества и воспитывает двоих внуков. «Елена Николаевна у нас очень такой активный человек, который пишет стихи, который не дает никому сидеть на месте, и который вот этой своей энергией, своим позитивом заряжает всех вокруг». Чтобы увековечить память павших, Елена Николаевна решила посадить сад и назвала его Михайловским. Помогли ей в этом ее ученики из школы. Теперь на участке растут яблони, груши, сливы, барбарисы, жасмин и смородина. «Будем помнить мы вас, ваше мужество чтить, это боль не на день, на века. И пусть радует глаз, расцветая весной, сад Михайловский, память о наших бойцах». Конечно, буду выходить в сад и буду вспоминать и своего сына, и Сашу Китова, и Курганского Алеши, Миндубаева Рафаэля, Мухаммедова Артурова, Купцова Олега. Как справляться с этой болью? Она никогда не исчезнет, эта боль. Но время научит нас жить с этой болью. «Надо жить. А во имя чего? Во имя чего мне жить? Во имя памяти о сыне. Во имя памяти таких, как он. Надо жить». Елена Николаевна продолжит писать о спецоперации и ее героях. Она составит целый сборник стихов. И последнюю точку поставит только тогда, когда закончится война. А венцом книги станет победная ода. Екатерина Лесная, Сергей Костин, телеканал «Губерния». Одна из самых горьких страниц в истории нашей страны. Почти четыре года длилась Великая Отечественная война. Она унесла миллионы жизней. Тем страшным и героическим событиям посвящена уникальная иммерсивная выставка «Поезд Победы». Этот передвижной музей прибыл в нашу губернию. Остановки в Самаре и Сызрани. Подробности в сюжете Екатерины Кузиной. Первая в мире иммерсивная выставка на колесах. Десять вагонов, порядка 150 восковых фигур. Все это вкупе с интерактивным оборудованием помогает полностью погрузиться в атмосферу Великой Отечественной войны. И своими глазами увидеть четыре героических года. От 22 июня 41 до победного 9 мая 45-го. Последние часы мирной жизни. На лицах у попутчиков улыбки. Многие из людей еще не знают, что такое война. А после страшные первые дни бомбежек и обстрелов. Окопы, грязь, копоть, кровь и слезы. Изможденные советские солдаты на допросах у фашистов. В пыточных японских камер в концлагерях. А после с медалями и цветами. В пути домой после наступления долгожданной победы. Я часто вижу, как группы подростков и школьников заходят в нулевой вагон. Вижу, как они навеселе со своими эмоциями, со своими мыслями заходят. И очень часто встречаю эти группы уже выходящими с нашей экспозиции. И вижу, как многие меняются в своем лице. То есть часто весельчаки, которые подначивали всех своих друзей, выходят задумчивые. Видно, что они уже не хотят внимания, общения своих сверстников. Они хотят обдумать то, что они только что увидели. Также многие выходят со слезами. Посмотреть экспозицию приходят целыми группами, классами и семьями. Мне понравился вагон, где был окоп. То есть узнать, как там все проходило, как это выглядело снутри. То есть было очень интересно и увлекательно. То есть подвиг самих военных тоже главный. Это нужно детям. Нужно детям знать, я имею в виду историю нашу. Должны дети проникать, прожить эту жизнь. И вот я считаю, что этот поезд, это, конечно, вообще очень хорошая идея. Это лучшее, что вообще есть. И очень много узнать. У меня до сих пор даже какой-то мандраж. Мне кажется, я вжилась в эту историю, прошедшую всю по вагону, как будто была тоже там. Поезд Победы – это то, что на сегодняшний день нужно, в первую очередь, молодежи. И вот этот поезд – это такой мост от сегодняшней молодежи к тем великим подвигам наших героических предков. Молодежь должна ощутить себя частью истории, великой истории. И именно от них зависит будущее нашей великой страны. На Самарском железнодорожном вокзале поезд Победы останавливается уже во второй раз. Отсюда тогда, 80 лет назад, отправлялись на фронт вагоны с боеприпасами, военной техникой и продовольствием. Куйбышевская железная дорога стала артерией, соединившей по Волжье, Сибирь, Урал и центральную часть нашей страны. По ней провезли свыше 10 миллионов эвакуированных человек. В этот раз в Самаре поезд Победы пробудет три дня. Следующая остановка – Сызрань. Екатерина Кузина, Александр Каракулько, телеканал «Губерния». Воспитывают настоящих патриотов и будущих защитников. В Самаре стартовали зональные состязания игры «Зорница 2.0». Кто участвовал и какие навыки нужно было продемонстрировать, расскажет Николай Козлов. Закрыл глаза, сделал выдох, надел противогаз. Военная наука – это не только теоретические знания, это масса знаний прикладных, таких фишечек, которые позволяют добиться успеха и одержать победу. Вот, например, сумка противогаз. Почему она всегда находится слева? Потому что справа у тебя находится, например, кабура. А противогаз – это тоже необходимая вещь. Он поможет тебе спасти свою жизнь в экстремальной ситуации. Именно знания, позволяющие выжить и победить в экстремальных ситуациях, и демонстрировали участники зональных соревнований «Зорница 2.0», состоявшихся в Самаре на базе школы номер 49. В этом году в Самарской области участников более 30 тысяч человек. Непосредственно в городском округе Самара более 6 тысяч человек. Сегодня здесь собрались ребята старшей возрастной категории. Это 14-17 лет. 9 команд соревнуются по одной команде с каждого района городского округа Самара. Общая численность участников у нас получается 90 человек сегодня. Помимо строевой подготовки, знания военной истории, навыков защиты от радиационно-химического и биологического нападения, участники «Зорницы» должны были продемонстрировать умение оказать пострадавшим первую помощь. Уровень подготовки оценивали эксперты. «Оцениваю, во-первых, по алгоритму, во-вторых, по самой технике проведения. И, соответственно, каждая команда отличается и умом, и сообразительностью, и своими качествами. У одних что-то получается лучше, у кого-то хуже. Но все ребята молодцы, все стараются и очень переживают за свой результат». Победители «Зорницы 2.0» получают уникальную возможность выехать сперва на региональные, потом на окружные, а затем и на всероссийские состязания, где их ждут соперники со всех регионов России. Николай Козлов, Александр Дудко, телеканал «Губерния». К другим темам. Центр поиска пропавших людей заключил соглашение о сотрудничестве с многофункциональным центром Самарской области. Теперь во всех официальных источниках этого учреждения будут публиковать сообщения о людях, которых разыскивают. Это позволит сократить время поиска и повысит возможность найти пропавшего живым. Подробности в материале Елизаветы Должиковой. Значимое событие для обеих сторон. Он в Самаре Центр поиска пропавших людей заключил соглашение о сотрудничестве с региональным МФЦ. Теперь информация о пропавших будет оперативно публиковаться во всех официальных источниках многофункционального центра. Кроме того, в каждом из них установят островок безопасности, ориентир для всех потерявшихся людей. Так заблудившийся человек сможет обратиться к сотруднику или дождаться, пока ему предложат помощь. Также добровольцы проведут специальное обучение для сотрудников. Приложим все силы, все наши ресурсы, вся сеть МФЦ Самарского. У нас будет участвовать в информировании о пропавших людях. Ну и приложим все силы для быстрого и оперативного поиска граффити. Мы открываем для коллег возможность получить доступ к нашим информационным площадкам. В соцсетях у нас 38 площадок. Плюс офисы, где будут размещаться также информации. По словам добровольцев, такое соглашение играет очень важную роль. Когда информация о поиске пропавшего публикуется на официальных ресурсах, у людей возникает больше доверия. Как следствие, больше вовлеченности. Подписанное соглашение с МФЦ нам открывает возможности более оперативного оповещения людей о поиске без вести пропавших. Потому что самое важное, что для нас есть, это время. И чаще всего на поисках мы боремся именно со временем, а не с теми влияниями окружающей среды, которые оказывают на людей. После подписания договора в Центре поиска пропавших людей, который является ресурсным и учебным центром для добровольцев поисково-спасательного отряда «Лиза-Алерт», прошел обучающий курс для добровольцев по оказанию первой помощи. Нам нужно будет сейчас понять, дышит или нет. Для этого мы задействуем с вами, что слух, мы будем пытаться услышать дыхание, сезание, будем пытаться щекой почувствовать это дыхание и зрение, будем смотреть на живот и на грудную клетку, есть движение или нет. Приподняли подбородок, наклонились максимально низко и считаем слух до десяти. Один, два, три, четыре, пять. Самое главное правило, по словам волонтеров, при оказании первой помощи необходимо остановиться и убедиться, что вашему здоровью ничего не угрожает, ведь один пострадавший уже есть. Далее следует выполнять все действия по инструкциям. Подходим к пострадавшему. Подходим мы всегда со стороны правой, так как у нас основная часть людей правши. И, соответственно, первым нам надо убедиться, что у человека есть дыхание. Соответственно, если дыхание есть, мы дальше осматриваем по алгоритму, что с ним. Если дыхания нет, мы сразу переходим к сердечно-регучной реанимации. Если у человека дыхание все нормально, соответственно, мы смотрим. Ничто у него, повреждений нет никаких. И самое главное, мы вызываем скорую помощь. Раз в полгода все курсанты, прошедшие курс первой помощи, проходят его повторно, для того, чтобы вспомнить и закрепить механические навыки, вспомнить порядок действий. Полезно, безусловно, поскольку объясняли четко по шагам, как что надо делать, причем не только по отношению к пострадавшему, но и чтобы это выглядело в том числе правильно, чтобы кривотолков потом не было, что там какие-то неправомерные действия делали. Потому что в современном мире, когда все везде снимается на камеру, это тоже очень важно. За 2024 год в добровольческий поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» поступило уже 293 заявки. Живыми найдены 203 человека, погибшими 13. Чем оперативнее будет распространяться информация о пропавших, тем быстрее волонтеры смогут им помочь. Ведь главное найти пропавшего живым. Елизавета Долушкова, Алексей Гридни, в телеканал «Губерния». Впереди четыре выходных, майские праздники. По традиции все стараются выезжать за город, кто-то будет заниматься садово-дачными работами, кто-то просто жарит шашлыки. Ну а главное избегать чрезмерных физических нагрузок и не переедать. О чем еще следует знать, чтобы длинные выходные обошлись без неприятных последствий для здоровья, обсудим с Олегом Фатенковым, главным внештатным специалистом Минздрава Самарской области по терапии, доктором медицинских наук. Здравствуйте, Олег Вняминович. Добрый день. Первый вопрос. Какие рекомендации в общем и целом необходимо соблюдать нам во время длинных майских выходных? Общая рекомендация, что все, что мы делаем, должно приносить нам удовольствие и здоровье. Соответственно, отдых не исключение. Мы тоже должны сохранить здоровье, набраться сил перед предстоящими рабочими днями. Вот это общая рекомендация. Ну то есть те, кто хотят работать на участке, главное не перерабатывать, если чувствуете, что там подустали, лучше отдохнуть, не усердствовать в этом. Чередование труда и отдыха, особенно физического труда с отдыхом, это основа сохранения здоровья. Все-таки не забывайте о том, что слово удовольствие от труда должно стоять на первом месте. Ну а тем, кто отдыхает и у кого планы много кушать, тоже следует соблюдать умеренность, да? Вы знаете, да, конечно, сейчас понятно, что все собираются на шашлыки, на даче их приготовить. Общее правило тоже умеренность. Я поинтересовался, оказывается, что в 200 граммах шашлыка и свинины содержится 450 килокалорий. Если учитывать суточную норму потребления здорового мужчины 2000 килокалорий, то вот представьте себе, один небольшой шашлык уже четверть этой нормы расходует. И все остальное уже, соответственно, придется не употреблять. Поэтому я рекомендую ограничиться таким количеством пищи. Ну а в плане питания, что еще можно прикомендовать? Больше есть овощей, клетчатки, да? Ну, прежде всего, не нужно забывать о том, что существует норма, нормальный режим питания. Он предполагает прием пищи 4 и даже лучше 5 раз в день. И это касается здоровых людей. А если это люди больные, то им нужно соблюдать еще и диету при этом. Свой особый режим питания. Конечно, который бы рекомендован врачом. Ну а вот что касается напитков, почему не следует запивать, например, жареное мясо, шашлыки газировкой, скажем? Ну, прежде всего, нужно помнить, что газировка от слова газированная. Там содержится достаточно большое количество углекислоты, которая сама по себе обладает раздражающим эффектом. И плюс еще к этому нужно различать газировку. Это может быть столовая вода. Вот столовую воду мы можем употреблять постоянно. А может быть лечебная столовая и даже лечебная газированная вода. Не случайно это слово в названии содержится, потому что эти напитки используются не для повседневного употребления в пищу, а для лечения больных людей под наблюдением врача. Поэтому, когда мы покупаем газировку, нужно обязательно прочитать, а что, собственно, на ней написано на этикетке. Ну, вот у нас сейчас на экране такие напитки, то есть это вода и какие-то фрукты. Да, вот, наверное, один из прекрасных вариантов. Совершенно шикарные варианты. Да, вот стоит один раз посмотреть и употреблять их в пищу постоянно. То есть такие напитки, в которых присутствуют натуральные фрукты, можно и такое, да? Причем, обратите внимание, витамины в этих напитках сохраняются, потому что вода не кипятится. И таким образом организм защищается не просто водой и жидкостью, а еще и естественными витаминами. Я их рекомендую. Вероятно, многие планируют и какие-то выезды в лес, на природу, да, естественно, где шашлыки, там и вот такие пространства. Вот что бы рекомендовать здесь, какие-то меры предосторожности, понятно, что клещи, да, понятно, что можно какие-то ожоги получить при разведении костра. Естественно, ну, прежде всего, клещи, это нужно правильно одеваться, вот, следить потом, после того, как вы посетили какую-то лесную местность или в парке погуляли, не прицепился ли к вам этот клещ и, соответственно, по возможности предпринять меры, чтобы этого не было. Ну, а есть и более быстро возникающие проблемы, например, солнечные ожоги. Естественно, что уже сейчас солнце активизировалось, это возможно, поэтому, ну, прежде всего, не забывать о панамках, одежде, которая закрывает свободные участки кожи и солнцезащитный крем уже сейчас их нужно использовать. То есть уже можно, да, и не то, что можно, а даже нужно. Да, конечно, даже нужно. Ну, некоторые особо разгоряченные товарищи, они в такую погоду подумают, что раз на улице тепло, можно уже и окунуться в майский водоем. Ну, расскажите, почему это опасно и чем это может грозить здоровью? Прежде всего, опасен перепад температур, который возникает. Если у нас сейчас во внешней среде 25 градусов, а температура в воде около нуля, то вот этот перепад может вызвать шок. Шоковое состояние приведет к спазму мыслей, и, соответственно, человек может существенно пострадать и даже утонуть. И такие случаи, к сожалению, бывают. А если это еще сочетается с приемом алкогольных напитков, то это просто опасно для жизни. Если вдруг беда случилась, ну, человек отравился на майские праздники, ну, и травмировался, можно ли куда-то ему обратиться за медпомощью? Или, как вот некоторые думают, раз уж праздники, то и медики тоже отдыхают. У нас есть какие-то круглосуточные или вот постоянно работающие дежурищие бригады, учреждения медицины, которые смогут помочь в случае беды? Главный терапевт Минздрава Самарской области, я ответственно заявляю, что здравоохранение Самарской области, все оружие, оно работает. В том же случае, если случилось какое-то происшествие, то работают травмпункты, работает неотложная медицинская помощь. Соответственно, помощь будет оказана вам в полном объеме. Спасибо большое. Напомню, мы беседовали с Олегом Фатенковым, главным внештатным специалистом Минздрава Самарской области по терапии, доктором медицинских наук. И смотрите далее в нашем эфире. Самарское областное обещательное агентство вновь принимает гостей. На этот раз к нам пришли юные коллеги. Каким получилось погружение в мир журналистики, расскажем. О творческом пути, ролях в кино и о том, как вера придает сил. Народная артистка России Елена Цыплакова пообщалась с жителями областной столицы. Встреча прошла на православной выставке «Благословенный Самар». Поют о родине с любовью. Фестиваль-конкурс имени Юрия Новикова вновь собрал исполнителей народного песенного творчества «От мала до велика». Пользуется ли этот жанр популярностью среди молодежи, мы узнали. Жители Самарской области присоединились ко всероссийскому субботникум, привели в порядок территории благоустроенной по нас проекту «Жилье и городская среда». А также те общественные пространства, которые сейчас участвуют во всероссийском голосовании по выбору объектов благоустройства. Тему продолжит Леонид Кошман. Сквер «Солнечная поляна» – знаковое место для промышленного района Самары. На всероссийский субботник, чтобы привезти водоемы и его окрестности в порядок, после зимы дружно выходят жители, сотрудники муниципальных предприятий. Мусор поднимают даже из воды. «Очищаем береговую линию, очищаем водную гладь и делаем домик для уток. То есть это у нас уже здесь в нашем микрорайоне, как традиция. И утки ждут, и жители ждут». В Сызране жители вышли на субботник семьями. Начали работать с самого утра, когда было прохладно. «Много листьев было, много веток, много всяких мусора. Очень много чего убрали. Стараемся, чтобы город был чище. И нам приятнее, глазам приятнее смотреть. Приятнее ходить даже по этим улицам». Также Сызранцы прибрались на новой набережной. А в Жигулевске жители приводили в порядок больничный парк. Эта территория была благоустроена по национальному проекту «Жилье и городская среда». «С огромным удовольствием всегда, всей семьей мы принимаем участие в субботниках, потому что такой красивый парк. И так хочется тоже приложить свою руку, чтобы было еще красивее». В Новокуйбышевске на всероссийском субботнике жители и сотрудники местной администрации вышли убирать аллею славу у стадиона «Нефтяник». «Делаем красоту, наводим порядок. Хотим, чтобы здесь место такое было, место притяжения молодежи. Просто наводим порядок, убираем траву, мусор, стрижем, поливаем. Я надеюсь, будет очень здорово». В Самарской области всероссийский субботник прошел во всех муниципалитетах. Более 10 тысяч человек убирали территории, многие из которых благоустраивались благодаря федеральной программе формирования комфорта городской среды, нацпроекта «Жилье и городская среда». Всего в регионе обновили 790 общественных пространств и 1586 дворов. В этом году в планах еще 122 общественные территории и 233 двора. Изменить облик родного края можно. Для этого нужно принять участие во всероссийском голосовании. Проголосовать необходимо на сайте 63.городскаясреда.ру или при помощи волонтеров. Леонид Кошман, телеканал «Губерния». В период субботников и экоакций в городах и поселениях региона возникла проблема, игнорировать которую просто невозможно. Стихийные свалки. Как с ними борются небезразличные люди, с какими запросами обращаются в госпаблики и как на это реагируют власти, нам ответили в ЦУРИ, Центре управления регионом Самарской области. В эфире рубрика «Комментарий». В период генеральной уборки нагрузка на контейнерные площадки значительно выросла как в городах, так и в сельской местности. Строительные материалы, ветки и другой крупногабаритный мусор копятся около контейнеров и образуются стихийные свалки. Жительнице поселка Варламова Яни надоело смотреть на беспорядок на улице Ленина. Она решила взять дело в свои руки. По словам женщины, за пять часов она собрала 10 мешков мусора объемом по 160 литров. Яна написала в соцсетях обращение к местным жителям и дачникам, которые приедут в поселок летом. Завязывайте мешки, прежде чем выкинуть мусор, чтобы он не разлетался по всей округе. Теперь жительница Сызранского района надеется, что собранные мешки вывезут. ЦУР направил это обращение в администрацию Сызранского района. Ждем реакции местных властей. Самарцы обратили внимание, что после субботников вырастают новые горы мусора на перетечении улиц 22-го портьезда и Нагорный. Отходы оттуда периодически вывозят, но мусор туда вновь везут целыми камазами. От этого в черте города образуется несанкционированная свалка. Жалобы в соцсетях подействовали. Площадку привели в нормальный вид. Жители Самары также попросили убрать территорию около школы на улице Советской армии 163. Администрация Советского района обратилась к управляющей компании и территорию привели в порядок. Аналогичная ситуация возникла на южном проезде 180, где мусор скопился на спортивной площадке около участкового пункта полиции. Жители не стали ждать реакции управляющей компании, вышли на субботник и убрали территорию самостоятельно. Заботятся об экологии родного города сами и приучают к этому подрастающие поколения. Новокуйбышевские нефтяники провели экологическую акцию «Кедры России». Вместе со старшеклассниками на территории местной школы они заложили кедровую аллею. О неравнодушии и любви к месту, где живешь, наш следующий сюжет. Глядя на этих малышей, сложно поверить, что годы спустя они превратятся в могучие деревья и станут настоящим украшением района. Высадку кедровой аллеи организовали эковолонтеры Новокуйбышевского НПЗ совместно с активистами движения первых. Теперь деревца будут расти на территории седьмой школы. Это значимое место для заводчан. Многие ее выпускники. С 2001 года здесь действуют Роснефть-классы. Среднюю школу номер семь мы с гордостью можем назвать частичкой нашего дома, дома нашей дружно-заводской семьи. И мы прилагаем максимум усилий для обустройства школы, создания комфортной среды. Наши зеленые насаждения, надеюсь, украсят прилегающую территорию, ну и, конечно же, улучшат микроклимат всего района. Помогали нефтяникам закладывать аллею школьники, ученики Роснефть-класса. Благодаря этому мероприятию мы сможем агитировать людей, чтобы они заботились о окружающей среде. В дальнейшем я планирую участвовать не только от университета, но и вместе с компанией Роснефть, как молодой специалист и волонтер. Экологические акции для сотрудников Новокуйбышевского НПЗ давно уже стали доброй традицией. А особенно активно в них участвуют молодые специалисты. В данной акции «Кедр России» участвуем третий год. Помимо этого участвуем в акции «Воды России», в различных субботниках, как заводских, так и городских. Облагораживаем, отделеняем территорию. Всего самарские нефтяники высадили более тысячи хвойных саженцев. Экологические инициативы нефтяников и движения первых будут продолжены. Екатерина Кузина, Сергей Костин, телеканал «Губерния». И в продолжении экологической темы. В Самарской области проходит девятая всероссийская акция «Субботник. Зеленая весна 2024». Участвуют коллективы крупнейших предприятий. Где и как убираются их сотрудники, расскажем далее. «Зеленая весна» пришла в Куйбышевский район Самары. Акция по очистке окружающей среды от скопившегося за зима мусора продлится месяц. В ней традиционно участвуют сотрудники Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода. «Хочется видеть все, чтобы было чисто и опрятно. Все весело, все ребята пытаются друг другу помочь». Экологический субботник «Зеленая весна» – одна из крупнейших природоохранных и социально значимых акций в нашей стране. «Акция, конечно же, проходит на свежем воздухе. Помогаем нашей природе, окружающей среде привести ее в порядок, очистить от мусора, который скопился после зимнего таяния снега. Территория имеет достаточную площадь загрязнений, очень много отходов, очень много пластиковых бутылок». Забота об экологии у коллектива Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода субботниками не ограничивается. В планах этого года – высадка деревьев и зарыбление водоемов. Леонид Кошман, Алексей Гриднев, телеканал «Губерния». Другим темам журналисты медиахолдинга «Сова» познакомились с юными коллегами. У нас в гостях побывали корреспонденты молодежной редакции Самарской области. Они увидели кухню создания контента, попробовали себя в роли ведущих радио и телевидения, а погружение в медиа – мир, репортаж Екатерины Лесной. «Указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении 9 мая праздником Победы». Это выпуск «Волжской коммуны» от 9 мая 1945 года. Свои архивы одна из старейших газет в России открыла для юнкоров молодежной редакции Самарской области. В наш медиахолдинг они пришли на экскурсию. Им рассказали про историю печатного издания, раскрыли нюансы работы журналистов в прошлом веке. Для отправки в типографию. Сейчас это как бы минутное дело, а раньше это достаточно ответственное было занятие для всех. Погружение в современную медиакухню молодые журналисты продолжили на радиогубернии. На улице ожидаются падающие метеориты, ураганы, смерчи, цунами. Так что зонтик можете не брать, вам все равно не поможет. Я волновалась насчет голоса, что он будет немного замедленный. А когда, как бы, говоришь микрофон и голос замедленный, то все сбивается непонятно. А вот мне понравилось, что наушники не давят и голос сразу идет. То есть мне очень понравилось, прикольное ощущение. Особенно, когда снимаешь наушники, уже прям где? Попробовали себя юнкоры и в качестве телеведущих. Достаточно тяжело считывать текст. Сначала незнакомый для тебя. Скорость речи у меня должна быть высокая. Я к этому не привык. И достаточно было тяжело все это проговаривать. Но понравилось? Ну, понравилось, да. Хочется как бы больше опыта. У нас нет просто ведущих. То есть Лиза не просто ведущая. Лиза у нас журналист и ведущая. Она также выезжает на съемки, делает репортажи. Но вот согласно графику ведения эфиров, она и ведет новости. То есть это человек, не который пришел красиво и встал, и красиво все рассказал, прочитал сухлера. Нет, это человек, который сам писать умеет, сам в повестке ориентируется, сам информацию собирает. Экскурсия в Самарское областное вещательное агентство стала подарком для лучших юнкоров редакции по итогам медиашколы «Про-регионы». Ребятам посчастливилось поучиться, побывать на мастер-классах у профессионалов нашего региона в медиасфере, и в том числе у очень уважаемых и самых суперовских ваших коллег. Это Татьяна Потоцкая и Дмитрий Король. И когда ребята погрузились в эту медиасферу более глубоко, так скажем, более подробно, и загорелись желанием писать, снимать, монтировать, озвучивать, придумывать. На этот раз у нас в гостях наши коллеги, специально не говорю слово «будущие коллеги», они действительно уже наши коллеги. Это ребята из молодежной редакции Самарской области, они уже делают свой контент. Совсем недавно мы были у них с мастер-классами, а сегодня они, ну то есть теория — это одно, а другое дело посмотреть на практике, посмотреть изнутри, как всё это работает, это, конечно, для них было интересно. Глаза горят, так что многие, наверное, захотят в скором времени стать нашими коллегами. И, как признались юные корреспонденты, уже захотели. Сейчас они набираются опыта, чтобы совсем скоро пополнить ряды журналистов, ведущих и режиссёров уже взрослых медиа. Екатерина Лесная, Андрей Авдеев, Телеканал «Губерния». А теперь к теме культуры. На сцене настоящие будущие звёзды. В Ижевске, в Национальном театре Удмуртской республики, наградили победителей пятого фестиваля театральной приволжии. Среди победителей есть и наши земляки, творческий коллектив из Отрадного. С какой постановкой они заняли призовое место, знают мои коллеги. Здесь свой творческий путь начинают любительские коллективы со всего ПФО. А это ни много ни мало 14 регионов. Театральное приволжье проходит уже в пятый раз и объединяет настоящих самородков. Среди них и наши артисты из Отрадного. Они на фестивале заняли второе место среди молодёжных театров с необычным мюзиклом «Алабин». Историю о жизни и деятельности патриота и гения места рассказали при помощи современной музыки. Мы первый раз сюда приехали. Это что-то новое. Для меня это прям точно новое. Новое открытие и уже мотивация постоянно попадать в призёры и постоянно сюда приезжать. Фестивали эти поднимают. Опять же, что нужно больше всего, мне так думаю, в жизни – это мотивацию и сплочение людей, сплочение народа. Фестиваль – это просто бомба-пушка. Столько эмоций мы здесь получили за эти четыре дня. Сдружились с некоторыми ребятами, с режиссёрами. Это столько впечатлений, спектаклей, общения. Мы надеемся, что мы ещё приедем на этот фестиваль. С каждым годом фестиваль растёт и развивается вместе со своими участниками. Результаты пятого сезона театрального при Воложье, инициированного полномочным представителем президента РФ ПФО Игорем Комаровым, стали рекордными. Впервые в нём участвовали 20 тысяч актёров из 1312 непрофессиональных театральных коллективов. Это вдвое больше по сравнению с прошлым годом. Для Самарской области юбилейный фестиваль тоже стал рекордным. Заявилось 125 спектаклей из 21-го муниципального образования региона. Главный итог фестиваля, который мы начали пять лет назад, это, наверное, увеличение сообщества тех, кто занимается театром. Причём, мы когда задумывали этот фестиваль, было принято решение о том, что он ни в коем случае не будет для профессиональных любительских коллективов. Нам нужно было объединить тех, кто хочет заниматься театром в школе, в УЗИ, среднем специальном учебном заведении. И нам, мне кажется, удалось, потому что за пять лет это сообщество выросло. Главная награда для призовых мест в каждой номинации – уникальный образовательный тур на теплоходе с участием актёров и педагогов Российского института театрального искусства «ГИТИС». Для жителей и гостей областной столицы организовали творческую встречу с народной артисткой России Еленой Цыплаковой. Актриса рассказала о творческом пути, киноролях, а ещё о том, какую силу ей даёт вера в Бога. Встреча прошла на православной выставке «Благословенная Самара». Олеся Шевелёва продолжит. Полвека назад Елена Цыплакова впервые снялась в кино. В 16 лет она сыграла Ирочку Фёдорова в фильме «Не болит голова у дятла». За плечами 105 киноролей, 8 ролей в театре и 15 режиссёрских проектов. Народная артистка России встретилась с самарскими поклонниками. Копилочки мои любимые фильмы с вашей работой – это «Школа Васильевича» в дочери. 45 лет в картине. Да, у меня вопрос. Там такая сложная роль для такой молодой актрисы. Вот как вы с этим справились? Я пришла на встречу с режиссёром, он сказал, что в улице Плакова вошла, и я поняла, что она играет. Я его задаю своей уверенностью, что буду играть я. Мне очень нравится героиня, потому что Зойска – человек, который отвечает за свои слова и поступки. Я видела вот сколько фильмов. Вот это «Дертаньян», «Три мушкетёра», потом «Осенний» или какой-то вальс. Школьный ли вальс, я очень не знаю. Очень мне понравилось, как она там играет, очень хорошо. Я слушала передачи по радио с её беседами. Мне очень нравится она. То есть она православный человек. Знаете, я однажды молилась, и мне пришла такая молитва. «Покайтесь, очистите сердца и не мешайте мне творить и преобразовывать этот мир через вас». То есть через каждого человека. Ведь дары, которые даются каждому человеку, премудрость Божия, она царица всех искусств и наук. И вот всё это даётся людям, если они творят истинное, чистое, прекрасное искусство, которое помогает людям разобраться. Прекрасное искусство представлено на православной выставке «Благословенная Самара», которая проходит в выставочном центре Экспо-Волга в преддверии Святой Пасхи. В этом году 130 участников – это представители православных храмов и монастырей из России, Грузии и Сербии. Плюс этой выставки то, что здесь ты в спокойной обстановке можешь с людьми пообщаться, ответить на их вопросы без суеты. Мы же как миссионеры сюда приезжаем. Наше дело ведь не просто заработать какие-то деньги, а цель выставки всё равно – миссионерство, рассказать людям о Христе. Приглашаю всех вас прийти в наши стены, прикоснуться к святым мощам, купить подарки к празднику и наполниться светом, теплом и благостью. В 11 утра и в 4 часа дня для посетителей выставки проходит молебен у центральной святыни – ковчега с частицами мощей Георгия Победоносца. «Благословенная Самара» продлится до 29 апреля в центре Экспо-Волга. Вход свободный. Олеся Шевелёва, Алексей Вельмискин, телеканал «Губерния». В Самаре презентовали вторую часть сборника сказок «Однажды в Новый год». Они написаны непрофессиональными, но очень талантливыми авторами, которые имеют ограниченные возможности здоровья и проживают в разных уголках страны – от Москвы до Хабаровска. Школьникам, участникам презентации рассказали о проекте и о тех, кто сочинил волшебные истории. Одну из сказок сборника даже инсценировали сотрудники областной детской библиотеки в настольном теневом театре «Ежикины традиции». Спектакль показали юным зрителям. Напомню, презентация первой части книги «Однажды в Новый год» прошла в Самаре в ноябре прошлого года. Проект направлен на развитие инклюзивного общества, социализацию людей с инвалидностью и привлечение внимания к их проблемам. Творчество, оно объединяет всех. Творчество – это доброта и желание творить вместе. Поэтому эта книга, она, как никто другой, научит наших читателей, да и вообще людей, создавать что-то вместе, дружить, общаться, несмотря на какие-то ограничения. И в продолжении культурной темы «Куда сходить и что посмотреть в эти выходные» в нашей постоянной рубрике от Екатерины Кузиной «Ей слово». Здравствуйте. Сотни зрителей, 18 вузов, 3000 ярких участников и не менее яркие и талантливые номера. В областной столице по традиции громким гала-концертом завершили фестиваль «Самарская студенческая весна». Отбирали выступления по нескольким направлениям. Это музыкальные, театральные постановки, оригинальный жанр. А еще медиа, видео и арт. Предлагаю вспомнить, как прошло грандиозное творческое событие. Для тех, кто участвует в студвесне, студвесна — это жизнь. И прежде всего это способ проявить себя, показать, что вы можете вне стен университета, вот сейчас конкретно. Это способ, конечно, раскрыть свои какие-то таланты, потому что ты можешь прийти, ничего не уметь, а тебя научат всему, навсегда. А теперь к событиям грядущих выходных. Как к Пасхе самому древнему христианскому празднику готовились сотни лет назад? Где его истоки и в чем символы? Какими значениями наделялась обрядовая праздничная пища? И почему люди приписывали ей особую силу? Ответить на эти вопросы самостоятельно сможет каждая и после тематической встречи 28 апреля. Воскресенье в музее Алабина. На лекции с мастер-классом за неделю до Пасхи специалисты познакомят с русскими пасхальными обычаями и праздничными играми. Музей Модерна в воскресенье открывает сезон пешеходных экскурсий. Первая получила название «Еврейская Самара». Маршрут такой. От особняка Курлиной на Фрунзе до Хоральной синагоги на улице Садовой. Как имена известных евреев, которые жили, работали и творили в нашем городе, связаны с постройками, по сей день украшающими улицы. Ответы на встречи. Потребность настоящего в жизни, искусстве и любви, человеческих чувствах и отношениях. Мир театра, судьба актрисы, духовная основа подлинного творчества, ответственность за детей. Все эти темы тесно переплетены в одной постановке. Спектакль «Без вины виноватые» уже стал визитной карточкой Московского драматического театра «Сфера». Шанс познакомиться с ним есть и у самарской публики. Ведь трупы сейчас у нас в гостях. Участвуют в фестивале «Волжские театральные сезоны». Спектакль она представит в воскресенье в Самарском драмтеатре. Джаз «Весна в Тольятти». Джаз-оркестр Тольяттинской филармонии под управлением заслуженного артиста Самарской области Валерия Мурзова подготовил целый ряд выступлений. Первый пройдет 30 апреля во вторник. Организаторы отмечают, что джаз – это отдельный мир, место, где каждый может встретиться с собой, ощутить внутреннюю свободу и энергию для новых свершений. В программе вокальные и инструментальные хиты – свинг, фанк и басанова. На этом у меня все. Культурных вам выходных! О родине с любовью поют участники областного фестиваля конкурса народного песенного творчества имени Юрия Новикова. В этом году он объединил коллективы из 29 муниципалитетов региона. Второй очный тур конкурса состоялся в Доме культуры «Феникс» поселка Черновский. Познакомилась с выступающими Светлана Стрибкова. Несколько часов живой музыки и вокала для второго очного тура фестиваля конкурса имени Юрия Новикова члены жюри отобрали 93 номера из 160 заявленных. Их представляют более 800 участников – хоровые и фольклорные коллективы, ансамбли, солисты-вокалисты, увлеченные народно-певческим искусством. В жанре народной песни творческий человек может себя реализовать полностью, потому что вот этот синкретизм народного искусства дает возможность раскрыть и голосовые свои возможности, и актерски себя проявить, и на инструментах наши участники играют, чего не бывает в других жанрах. Мы увидим, кто самый лучший, кто самый… тот коллектив, который больше работает над собой, над репертуаром. И по опыту проведения этих конкурсов мы видим, что все, почти все песни поются о России, о Родине, вот какие-то такие душевные, родные. Среди коллективов есть те, кто участвует в этом конкурсе фестиваля уже более 10 лет. Опытные знают о требованиях жюри и, тем не менее, каждый раз перед выступлением переживают. Конкуренция большая. У меня есть всегда, потому что к большой радости в Самарской губернии коллективы растут, народное творчество становится с каждым годом все нужнее, и это становится модное направление даже среди молодежи. Как раз из числа молодого поколения лопатинцы в ансамбле дети до 9 лет. И несмотря на юный возраст публичных выступлений, даже перед таким профессиональным жюри они не боятся. Знают о том, что номер готов, они готовы, все у нас отработано, они ничего не боятся. Даже я всегда говорю, ребята, что бы то ни случилось, улыбка до ушей и вперед. Фестиваль-конкурс проводится в Доме культуры «Феникс», поселка Черновский, капитально отремонтированном в 2023 году по нацпроекту «Культура». Здесь работает библиотека и 16 объединений народного творчества. Светлана Стрибкова, Сергей Костин, телеканал «Губерния». А теперь о спорте. Обзор самых заметных событий для самарских болельщиков и профессиональных спортсменов подготовил Петр Коксев. Приветствую всех любителей спорта и самарского спорта в частности. Длинная рабочая неделя дарит большое количество спортивных событий. И давайте представим, что сейчас пятница и поговорим о спорте. БК Самары во вторник начал серию игр плей-офф в единой лиге ВТБ. Как я говорил ранее, это историческое событие, так как клуб только второй сезон выступает в высшей лиге российского баскетбола. Так вышло, что сопернике достался прошлогодний чемпион – казанский «Уникс». Но другого соперника быть и не могло. Наши парни заняли восьмое место. Самым максимумом это могли быть седьмыми. Но там бы все равно был кто-то из первой двойки. Таким образом, что имеем, то имеем. А имеем мы два поражения в двух матчах. Напомню, что серия до трех побед. Третья игра пройдет в Самаре завтра в 17.00. Сразу после запланированной встречи с болельщиками. Не рано ли? В клубе что, не верят в победу? Ну ладно, это дело внутреннее. В любом случае, приходите завтра во дворец спорта имени Владимира Высоцкого и поддержите самарских парней. Перейдем к футболу. Команды из Самарской области проводят сложную серию игр. И в РПЛ, и в первой лиге были матчи среди недели. Поэтому есть о чем поговорить. Начнем с Акрона. Толячинский клуб в среднем своем поле в Жигулевске принимал Ленинградец. Команду, которая борется за выживание. В матче против Кубани все сложилось удачно. Победа 6-0. На этот раз все вышло совсем по-другому. Конечно, тяжело играть, когда против тебя обороняется вся команда. Жаль, что не удалось победить. Но все же это не критично. Хотя у Акрона один из самых тяжелых календарей из команд первой четверки. Впереди суперважный матч 12 мая против махачкалинского «Динамо». Но это пока еще далекое будущее. А вот настоящее, которое наступит уже завтра, это игра в набережных Челнах против «КамАЗа». Начнется она в 18-0 по самарскому времени. Сейчас Акрон на третьем месте с одинаковым количеством очков, как и у Хибок. И с первой четверки еще пока никто из нынешних команд себе не гарантировал это самое место в четверке. И возможно, все решится уже после этого тура. Теперь о крыльях. После поражения от «Балтики» уже казалось все. Медальная гонка прощай. Плюс две подряд игры с командами, борющимися за выживание, подразумевали под собой не футбол, а борьбу. К тому подтверждение сразу две травмы, полученные еще по ходу первой 45-минутки Ежовым и Хубуловым. Закономерный 0-0 после первого тайма в Воронеже. Во втором тоже все катилось к ничьей, если бы не угловой на 76-й минуте. Гол соорудили игроки, вышедшие на поле еще в первом тайме из-за как раз-таки повреждений партнеров. Шитов навесил, а Роско забил. Это первый гол аргентинца за «Королесоветов». Причем забил Франко головой, с тем учетом, что рост его всего 168 сантиметров. С победой «Королесоветов» и болельщиков поздравил губернатор Дмитрий Азаров. Глава региона подчеркнул, что матч был тяжелейшим, а факел неуступчивым соперникам. Но крылья вновь показали характер. Наши парни были единой командой, самотверженно бились с первой и до последней секунды. Итог. «Королесоветов» побеждают в тяжелейшем матче в Воронеже и поднимаются на пятую строчку в турнирной таблице. До бронзы пять матчей и пять очков. Причем первый из матчей состоится уже в понедельник, 29 апреля. В Самару приедет команда, которая борется за чемпионство – Краснодар. Это лишь подогревает интерес к матчу, который, напоминаю, пройдет в понедельник, 29 апреля, на Солидарной Самаро-арене и начнется в 14.00. А на этом у меня все. С вами был Петр Коптьев. Хороших всем выходных. До новых встреч в эфире. Прямо сейчас прогноз погоды, а сразу после премьера на телеканале «Губерния». Аналитическая программа «Топ Белтова» – авторский взгляд на происходящее в стране и мире. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго. В Самарской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем плюс 21, плюс 29, ночью 10-15 градусов тепла. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 8-13 метров в секунду. На севере и западе в дневное время плюс 23, плюс 28, на востоке и юге 21-29 градусов тепла. В Самаре облачно с прояснениями. Днем плюс 24, плюс 26, ночью 12-17 градусов тепла. Атмосферное давление выше нормы 761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 33,61%. Субтитры создавал DimaTorzok